В город можно влюбиться всего за один день. Не верите? Напрасно! Я предложу уникальный маршрут, который вы легко сможете повторить и убедиться лично. На путешествия не обязательно тратить много времени и денег. Сегодня мне предстоит сорвать голос, болея за тигров. Испытать самое яркое в жизни после вкусе. О, дошло! Зажечь на кухне легендарного ресторана. Всегда хотела почувствовать себя солистом группы Рамштайн. И выяснить, за что китайские императоры полюбили Хабаровск. В одной маленькой такой вот веточке вся энергия бешеная, мощная тайги. Хей-Лун-Дзян. Река черного дракона. Так китайцы называют Амур. По древней легенде, на этих берегах некогда влавствовал злой белый дракон. И он топил лодки и мешал людям рыбачить. Остановить его решился добрый черный дракон. В сокрушительной битве он победил соперника. И навеки остался на дне этой реки, чтобы защищать щедрые берега этого города. Всем привет! Меня зовут Диана Джалалова. И я в Хабаровске, в городе на берегу могучего Амура, в котором ловко уживается экзотика Азии и таежная романтика. На то, чтобы познакомиться с одним из самых солнечных городов России, у меня есть только один осенний день. Поехали! Начинаю день на Амурском утесе. Это символ города и, можно сказать, нулевой километр Хабаровска. С видом на Китай. До него буквально 30 километров. У подножия утеса главный променад города – набережная Адмирала Невельскова. Посольство Китая в России. Так еще иногда называют Хабаровск. Дыхание Поднебесной здесь ощущается на каждом шагу. И оно со специями и пряностями. Это уже дары местной чифаньки, так называемой китайской столовой. И я хочу попробовать и проникнуться азиатской кухней. Уматно. Не поняли? Классно, говорю. В Хабаровске есть свой собственный сленг, свои такие фирменные словечки. Вот уматно – это значит классно. А, например, очкура – это глушь. И когда-то Хабаровск так и называли. Два столетия назад близ этого утеса появились первые переселенцы. Ну а дальше – на перекрестке дальневосточных речных путей, чего уж говорить, выгодное расположение, всего за три десятилетия небольшой военный пост превратился в резиденцию генерал-губернатора и ключевой логистический хаб Тихоокеанского региона с разносолами и деликатесами. Конечно же, икра и красная рыба – это главный улов туриста в Хабаровске. Выберу и я себе что-нибудь. Ты посмотри на эту икру. Она крупная такая, как бусы просто, как ягоды огромные. А можно что-нибудь попробовать? Конечно. Давайте там вкусной икры попробовать. Малосоленой. Давайте. Вот это я понимаю объемы икры. Ох, богат Хабаровский край. Малосоленая икра горбуши, да, это очень вкусная икра. Икра свежайшая. Она настолько правильно посолена. нежная, совсем чуть-чуть, деликатный очень икорный вкус. Это просто мое сердце уже здесь. Это сейчас хабаровские прилавки буквально ломятся от продуктов и отечественных, и заморских. А если вернуться на полтора века назад, в те времена, когда край только зарождался, то поставка продуктов была главной проблемой. Все-таки расстояние сказывается. На подмогу пришли на найцы, коренной, малочисленный народ. Только тогда торговали пушниной, а сейчас вот такими милыми тапочками. Ой, красота какая. А еще друзья попросили меня привезти ящик вот этого шоколада. Со вкусом васаби, морского ежа, ламинарии и гребешка. Рискну попробовать. Шоколад очень вкусный, но я не пойму, где там ежа ламинария. Говорят, надо ждать послевкусия, как после хорошего дорогого вина или коньяка. А, о, дошло. Дошло. Слушайте, так необычно. Короче, сначала ешь шоколад и шоколад. И вообще ничего не происходит. И потом в какой-то момент такой бум. И добавляется как будто дополнительный оттенок. И причем это не вкус рыбы. Это просто как какая-то такая нотка пряная. Даже не знаю, как это объяснить, это надо прочувствовать. Странно, но вкус как будто такой немножко орехово-сливочно-томный. Как и сейчас, в 19 веке, на амурских просторах торговали и предприимчивые соседи. Китайцы на своих перегруженных ананасами, китайской водкой ханшины, мукой, джонках, они причаливали к берегам и устраивали стихийные базары. Но первые бизнесмены Хабаровска, Плюснины, придумали ответный ход. На пароходе «Русские» они наведывались по Амуру в гости в Китай с ответным визитом. И закупали там зерно. А я, в свою очередь, возьму и наведаюсь к Плюсниным. Только сделаю это не на пароходе, а на ретро-трамвае. Здравствуйте. Можно билетик? Билетик – это еще всегда и такой аттракцион, лотерея, так сказать. Ну что, узнаем, счастливая я или нет, везучая или нет. 0,7, 0,3, 0,6, 7 и 3. А как там вообще считать-то правильно? 7 и 3 – это типа 10, и 6 – это 16. 1 плюс 6 – это 7. Ну, я считаю, что это, в принципе, успех. 7 – это же счастливое число, счастливое. Значит, поведет. А вот и моя остановка – доходный дом Плюсниных. С этого здания, по сути, стартовал Хабаровск-Купеческий. Вслед за ним появились торговые дома немецких, китайских, японских и даже американских предпринимателей. Дело в том, что в 19 веке открыть доходный дом в Хабаровске было значительно проще, чем за границей. Вот поэтому мы имеем сейчас такое архитектурное разнообразие. А вот это здание – мельницы местные предпочитают обходить стороной. По легенде, здесь живет призрак китайского миллионера Тифантая. Прославился он якобы тем, что продавал меха будущему императору Николаю Второму. Имел свой цирк, мельницы, фабрики, завод по производству вина и пива. Кстати, вот он и до сих пор работает. Пожалуй, заглядывать в дом к этому выдающемуся хабаровчанину я не буду. Лучше пойду в гости к другому почетному гражданину. Три горы, две дыры и 101 портфель. Ничего не поняли? Расшифровываю. Так Хабаровск называли до революции. Три горы – это холмы, вытянутые вдоль Амура. Две дыры – низины, ныне Амурский и Уссурийский бульвары. Ну а портфели – это чиновники. А вот дом, который носит имя самого первого хабаровского портфеля. Николай Иванович Городеков был генерал-губернатором. Именно при нем Хабаровск расцвел. Появились железнодорожные, сухопутные и речные маршруты. В общем, запульсировала жизнь между центральным и дальневосточным регионами страны. А еще был открыт вот этот музей имени Городекова. 128 лет истории и 485 тысяч экспонатов. За день все это культурное достояние не обойти. Поэтому покажу вам самое интересное. В музее можно оценить проточность лодки оморочки. Это легкая каркасная лодка, то есть каркас из ели, сверху плетен листами березовой коры, склеенных рыбьим клеем между собой. Узнать секрет духа охранявшего удыгейского шамана. Имя этого духа Мангни. Мангни буквально означает сверхчеловек. Он хорошо вооружен, включая нож на голове. Он защищен зеркалами тули. Вот эти два диска, которые стрелы и копию злых духов отражают обратно в них. Его сердце изображено в виде живой птицы, подвешенной за ноги, чтобы быть таким же трепетным и неспокойным, неравнодушным. Он пустой внутри, чтобы съесть как можно больше злых духов. Порадоваться, что не придется прыгать в котел в день собственной свадьбы. Очень интересные были свадебные обряды у нанайцев. Во-первых, невеста должна была запутать свои следы, потому что духи рода были недовольны, что она от них уходит. И она прыгала до дома жениха из котла в котел. В пустые, не переживайте, кипятка там не было. А вот и свадебный наряд невесты. Здесь, конечно же, древо рода, души еще ее нерожденных детей. Ну а сама она во время свадьбы облачалась, как думаете, в кого? В дракона. А еще в музее можно узнать о черных днях красной икры на Амуре. Красная икра в представлении жителей Прямурия и Приморья начала 20 века бытовой мусор. Ее можно использовать как корм для собак или удобрения, но есть никто не стал бы. Если бы мы в начале 1900-х оказались на берегу Амура вечером, к концу торгового дня, мы бы увидели, как горы красной икры, получившиеся после потрошения рыбы, топят в Амуре, потому что она никому не нужна. Это катастрофа. Не от большого богатства населения, скорее региональная особенность – это регион, где ситрина дешевле хлеба, потому что осетровых в Амуре много, а вот хлеб здесь вырастет трудно. Почва переуложненная. Наблюдать за этим гастрономическим безобразием можно было бы с Хабаровского моста. Но он на печаль ротозеев появился чуть позже, в 1916 году. Пойду оценю масштаб. Амурское чудо – самый крупный на Транссибе и один из самых больших в нашей стране мост, перекинутый через главную реку Хабаровска. Это настоящее инженерное достижение, которому уже больше сотни лет. Хочу фото со знаменитостью. Вы уже узнали? Ну вообще, один в один. Как мост соединяет берега, так и музыка на Дальнем Востоке объединила в свое время переселенцев. Знаю место, где Хабаровск можно не только увидеть, но и услышать. Итак, «Я в мире говорящих машин». Именно так называется единственный частный музей Хабаровского края, который буквально разыграл историю этой земли по нотам. Здесь можно узнать, кому посвящена песня «Катюша». Многие удивятся, но в ней есть отсылка к событиям на Дальнем Востоке. Научиться измерять расстояние в песнях. Нанайцы, кто жили здесь много-много тысяч лет назад, мерили расстояние песнями. Сел в лодку, запел, песня закончилась, здесь у него склад со шкурами. Услышать вальс-визитку Хабаровска. Военный музыкант полюбил жену командира, не может ей признаться в чувствах, и подарил ей вальс за ее общественные заслуги. Словно проваливаешься в другое время. Обожаю. СПА для Уфе. В музее есть еще и пластинки с голосами птиц у Сурийской тайги. Но эту мелодию я, пожалуй, хочу услышать вживую. И если повезет, даже встретиться с солистами природного театра музыки и песни. Хихцир. Так называется это место. И это не просто какая-то геолокация. Это имя загадочного шамана, который когда-то здесь жил, умел лечить людей, отвадить беду и даже говорил с животными и птицами на одном ему понятном языке. В такой мистический вояж я, конечно, одна отправиться побоялась. Со мной магистр тайги Василий. Вот чем удивительна тайга Хихцира, то что здесь располагается большое количество лиан. И вот одна из лиан, которая уже здесь в большом количестве, это китайский лимонник. Вот этот он? Да, это китайский лимонник. Его можно сорвать, его можно попробовать. Можно? Знаете, на что похоже? Чай с бергамотом, когда пьешь. Да, то есть у него различные оттенки, различные вкусы. И китайские императоры очень любили его. И этот лимонник практически всегда был у них на столе. И именно, возможно, благодаря ему, вот этому лимоннику китайской, китайские императоры доживали до достаточно преклонных лет. Они проживали в среднем, ну не в среднем, доживали до 100 лет и больше. И оставались такими бодрыми и сильными до конца своей жизни. Срочно ищем лимонник. До чего дошло лианы ем. В одной маленькой такой вот веточке вся энергия бешеная, мощная тайги. Конкретно вот эти лианы, которые растут на деревьях и хорошо себя чувствуют, это дальневосточные киви. Это киви? Да, это киви, это киви, правильное название, актинидия коломикта. Киви в тайге? Киви в тайге, в восточной тайге. То есть осень, это на самом деле лучшее время для того, чтобы путешествовать по тайге, потому что, во-первых, красиво, во-вторых, вкусно. А в-третьих, незабываемо, один вид со змеиной сопки чего стоит. Вы только посмотрите, а тут-то что за красота, что вообще это такое? Тайга русская! Невероятно красиво. Просто вид крышесносный. Я срочно хочу здесь фотографии. Мы с вами наконец-то поднялись на сопку змеиное. Это, конечно же, самое популярное, самое красивое место вблизи Хабаровска. Хабаровчане очень любят это место, с удовольствием гуляют и в будни, и в выходные, и даже в любое время года. Несмотря на морозы, на дождь, на снег, все равно сюда приходят. И с этой западной точки можно увидеть уже территорию Китая, которая здесь расположена совсем рядом. Где-то, да? Да, вот в той стороне. Как там? Канечева! Да, уже можно, в принципе, помахать нашим соседям. Но надо признать, ветра на этих самых вершинах знатные. И чтобы не продрогнуть, в поход местные всегда берут чай из дальневосточных ягод и трав. Угощать им друг друга в Хабаровске – традиция. У каждой семьи свой фирменный рецепт. Можете также попробовать варенье из дальневосточного киви. Вот это зелененькое такое. Очень вкусное, сладкое. Потрясающе киви. Теперь у меня тайга снаружи, тайга внутри. Проросла в меня ваша тайга. После такой интенсивной прогулки хочется немножечко расслабиться. И, как выяснилось, хабаровчане знают очень эффектный способ, как это сделать. Открытый бассейн прямо в центре города. Температура воды плюс 29 градусов. Плавать можно даже в снегопад. Красота! Этот бассейн, между прочим, единственный в своем роде на Дальнем Востоке. Масштаб его – 8 дорожек по 50 метров. Эх, жаль, что у меня в городе всего один день, а так бы на каждой отметилось. Но поскольку времени немного, отступаю в парную. Перехожу на следующий уровень хабаровского релакса. Вполне себе физкульт досуг в удовольствии. А спорт, между прочим, в Хабаровске любят. В особом почете – хоккей. Местный клуб «Амур» – любимец тысяч фанатов по всей стране. Ну что, вплываю знакомиться? Как провести вечер в Хабаровске? Ну, конечно же, идти на хоккей. Народу тьма. Все хотят зрелища, впечатлений, эмоций. Кричать «Шайба!» Атмосфера потрясающая! Я своих мыслей не слышу. Команду, правда, любят и очень поддерживают. Но у меня в городе всего один день. Поэтому итог игры узнаю из новостей. А сейчас иду дальше. Болеть за любимую команду – весьма энергозатратное занятие. Чувствую, как таежное варенье из киви растаяло в топке фанатских страстей. Время восполнить калории. И я на кухне. Мы прямо сейчас начинаем готовить. И я очень надеюсь, что Акбар расскажет мне какие-нибудь фирменные, секретные рецепты. Что это у вас здесь? Это у нас филе олень из основного меню, наше фирменное блюдо. Он на полу готовый. Мы его готовим в сувиде. Доводим мясо до определенного цвета, до определенной температуры, чтобы оно не было сухим. И потом… Можно я тоже попробую? Всегда хотела почувствовать себя солистом двух групп Рамштайн. Почему она перестала гореть? Главное, мне вас не спалить. Класс! Так, и что надо делать вот так? Надо обжигать оленину до корочки. Так, с огнем, кажется, справилась. А вот аппетит разыгрался нешуточный. Первое на очереди тала. Это такое блюдо, которое обожают охотники и рыболовы, потому что готовится оно очень просто. Сырая рыба, маринуются, уксус, приправы какие-то, лучок порезали и готово. Это осетр. Очень вкусно. Нежная-нежная рыба. Без характерного такого, знаете, сильного рыбного вкуса, который многим не нравится, и мне тоже. На очереди дальневосточный специалитет – папоротник. Выглядит он, знаете, так непримечательно, но вкус компенсирует его неприглядный вид. К моему таежному ужину есть, конечно, и дальневосточный аккомпанемент. Это кусун – фирменный напиток, который готовится из таежных дикоросов, ягод местных с чабрецом, чагой и вот еще ароматным лимонником. Это все украшено. Говорят, что этот напиток поистине делает вас бодрым, свежим, ну и все такое прочее. В общем, энергетик природного содержания. Попробую. Это очень вкусно. Похоже на морс и на чай одновременно. Что олень уже меня заждался. Он меня унесет, я думаю, в страну вкусов, ароматов. Это такая кульминация и экзальтация моего вечера. В Хабаровске за день словно проживаешь неделю. Здесь солнце меняет дождь, а сладость шоколада с гребешком – соль папоротника. Разгон эмоций от оглушающей тишины тайги сквозь томное звучание пластинки проносит тебя до рева фанатских трибун. Пора прощаться с городом на реке Амур. С вами была я, Диана Джалалова. До встречи уже в следующем городе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова